Услышав о начале войны, все мужское население родной деревни Зинаиды Михайловны, не дожидаясь повесток, отправилось на фронт. До железной дороги 10 километров. Отцов, мужей и братьев дотуда провожали семьи. Они поехали, вагоны такие товарные. Все не сели, не сели, стали. И поезд ушел. И потом многие, многие, многие не вернулись. Но и тех, кто остался дома, война не пощадила. 15 месяцев деревня Александровка, что в Орловской области, была в оккупации немцев. Рядом проходила линия фронта, и маленькая Зина была свидетелем многочисленных бомбежек. Это такой стоял гул, такой грохот стоял. Ой, ну это было что-то страшное. Мы ходили с открытыми ртами, потому что лопались барабанные перепонки. Вспоминает Зинаида Михайловна, и как фашисты пришли в деревню, как грабили дома, отбирая одежду и обувь, забирая продукты питания. Как немецкий комендант выбирал себе прислугу из местных учителей. Он сказал так, отныне вы будете служить Великой Германии, фюреру и пану коменданту. Они сказали, нет, мы пану коменданту не будем служить. И не будем служить Германии и фюреру. И он прямо перед всей толпой их расстрелял. Такие расстрелы были постоянно. От пуль врага гибли женщины, старики и дети. Но это не сломило жителей деревни. Многие подростки ушли в партизаны. А дети помладше, в том числе и 12-летняя Зина, помогали Красной армии, чем могли. Мы собирали, ну у нас было там очень много снарядов, гранат, все это линия фронта, линия обороны. Привозили очень много. А где хранить-то? Сарай деревенский, ну что там положишь. Они прям под открытым небом все это лежало. И мы набирали вот эти гранаты, лимонки. И козьи знали, козьи тропы, где можно пройти, минуя деревню. Один из самых страшных моментов той войны для Зинаиды Михайловны – битва за освобождение деревни. Она длилась трое суток. Бомбежки не прекращались ни на минуту. Бои шли и на земле, и в небе. Жители спасались от пулей снарядов в погребах. Вот я вылезла из погреба. Смотрю, летят эти снаряды Катюши. Огненные. Вот они сантиметров по 70 такие большие. Снаряды рядами по 4. Ряд 4. Следующий ряд 4. Прям летят. Это залп Катюши. Огненные, раскаленные шипят. И как упадет, горит земля. Поле чистое. Ничего на поле нет. Снег там только и все. Ничего. Горит земля. Танки плавятся. Это не ад. Это страшный ад. Апогеем ужаса стала повторная бомбежка. После того, как советская армия освободила деревню, один из оставшихся в домах немцев подал сигнал своим самолетам. И когда уже никто не ждал удара, на Александровку вновь посыпались снаряды. Бомбы попали в каждый дом. Погибших было не пересчитать. Как говорит Зинаида Михайловна, это была настоящая мясорубка. Ярким воспоминанием на всю жизнь стала раненая лошадь. Лежит лошадка. Широко-широко открытым глазом. Вот зрачок от боли что ли расширился. И из глаза, вот копеечная монета, катится слеза. Я говорю, я первый раз видела, как плачет лошадка. После войны Зинаида Михайловна получила диплом медика и по разнарядке была направлена на станцию «Шатки-1» в воинскую часть 32-74, где прослужила 33 года. Женщина написала несколько книг, в которых собрала истории героев Великой Отечественной. И сегодня продолжает делиться воспоминаниями о том страшном времени, чтобы никто не забыл, через что прошла наша страна в годы войны.